Долго думали с коллегами над названием доклада, и вот в названии я хотел бы еще раз обратить внимание на него, что из прошлых инноваций в настоящие фильтрационные материалы Петрианова, современные взглядные технологии, проверенные временем. То есть отметить в своем докладе именно, знаете, визионерскую позицию академика Петрианова-Соколова, и сегодня мы уже много слышали примеров тому, что по сути 50-60 лет назад люди на самом деле уже думали о прошлом. Знаете, как-то однажды лет, наверное, 20, может быть, будучи студентом университета, слушал доклад член Кора Яблокова, и он рассказывал о том, что количество людей, которые думают на тысячу лет вперед, оно экспоненциально стремится к минимуму. Я думаю, что как раз академик Петрианов-Соколов являлся одним из тех визионеров, которые, собственно, думали о нашем будущем. Ну и, если позвольте, мы уже подходим к концу лектория, шутку. Шутка будет заключаться в том, что мой отец, профессор Владимир Михайлович, соответственно, Воротынцев, то есть я рос в семье ученых, дед тоже мой инженер-химик, у нас довольно большая библиотека научных книг. И, конечно, будучи 7-8-9-летним мальчиком, изучая вот эти названия, там, Ландау Лившетт, статическая физика и так далее, мне как ребенку очень нравилась книжка с детским названием «Лепесток» 1986 года, по-моему, как раз вот касательно книга Петрианов-Соколова про эти фильтры. Конечно, я потом к ней вернулся уже, будучи аспирантом и декторантом, когда мы непосредственно занимались этими материалами, но, тем не менее, вот это вот воспоминание с детства про лепесток, оно, конечно, очень сильное. Ну и вот сегодня уже много говорил, может быть, часть слайдов будут повторяться, но интересный факт заключается в том, что Петрианов-Соколов был изобретателем еще и такого известного и часто используемого устройства или приспособления, как беруши. И вот это заслуга российских, советских ученых, что, собственно, с гордостью хочется отметить. Ну и, безусловно, вот системы, связанные с очисткой воздуха, защитой человека, особенно важны в атомной промышленности. И здесь, конечно, мы не должны или должны, наверное, как раз в год юбилеи атомной промышленности 75 лет отметить и заслуги, в том числе и нижегородцев, и Нижнего Новгорода, и, естественно, Нижегородской области, потому что Саров Арзамас-16 является, знаете, как-то однажды на конференции в Америке и меня спрашивают, а вы откуда? Я говорю, ну вот, наверное, все знают Москва, Санкт-Петербург, а я из Нижнего Новгорода. Говорят, нет-нет, про Нижний Новгород, горький в прошлом, мы тоже все знаем, поэтому не переживайте. Вот, поэтому, конечно, следили, и вот такие великие ученые, как и инженеры-технологи, за большую букву, как Игорь Иванович Африкантов, Федор Михайлович Митинко, кстати, работающий, работавший практически до кончины в техническом университете Нижнего Новгорода, является, в общем-то, тоже достаточно значимыми людьми в этой отрасли. Вот, и Юлия Германовна сегодня уже говорила вот эту фразу про химию, да, но вот я нашел немножко в другой интерпретации. В химии нет грязи, грязь это вещество просто не на своем месте. А так как мы в нашей научной группе занимаемся именно высокочистыми веществами, то понятие для нас примесь или грязь, оно, конечно, очень важное. И, например, если вы заходите в какую-то, не знаю, лабораторию по анализу высокочистых веществ, особенно твердых веществ, да, и, конечно, вот лежат везде антистатические коврики, которые говорят о том, что вся вот грязь или там песок, глина, суглинки, которые находятся на ваших ботинках, должна сесть на этом коврике, и чтобы вот в основном, потому что глина и что такое пыль, это в основном, конечно, алюминий 2О3, она не должна попасть вот в чувствительные к таким примесям электроактивным веществам, как микроэлектроники, кремнии и так далее. Ну и, безусловно, вот эта история, связанная с ООН, да, и вот с развитием безотходной или малоотходной технологии, она, конечно, очень тоже, безусловно, визионерская. Сегодня вот уже и мы говорили про зеленую химию. Есть еще такое понятие про циркулярную экономику. Вот у нас профессор из Нового Лиссабонского университета переезжает, периодически рассказывает про эти все как бы новомодные течения. На самом деле, видите, они на самом деле не новомодные, а все было придумано до нас. Поэтому, но хочется отметить один экономический факт, что вот учет вот этих безотходных технологий и использование отходов одних производств как исходные вещества в других позволил бы и нашей стране в том числе поднять свой ВВП аж на 15%. В принципе, это достаточно большая сумма и процент. Вот. И, конечно, вот что касается фильтров лепесток, когда тоже вот началась сейчас вот эта пандемия, вот эти все встречи перешли в Zoom, конечно же, коллеги из Нергородского ЦСМ спрашивали, говорят, а вот вы же занимаетесь разделением воздуха, газов и так далее. Что? Я говорю, конечно же, ткань Петриан. Ну, говорит, мы уже посмотрели, она вся раскуплена и нет. И, конечно, это супервысокоэффективные истории и так далее. И, конечно, поражает число, вот это 5 миллиардов фильтров, которые, собственно, было произведено в Советском Союзе за практически 50 лет. Ну и что касается вот моего личного опыта общения с, не с академиком, конечно, Петрианом Соколовым, потому что я довольно молод. Хотя мой отец, ведущая была в Карповке, и он докладывал перед Петрианом Соколовым, и его диссертация была связана с глубокой очисткой жидкости от взвешенных частиц. И вот Петриан Соколов долгое время не мог поверить, что взвешенные частицы субмикронных размеров, как это было в 86-м, наверное, году, а сейчас мы их, конечно, называем наночастицы, они могут переходить из жидкости в пар. И вроде бы для нас сейчас это само собой разумеющееся, но вот, по сути, 35 лет назад это было неочевидно. Но, тем не менее, убедили академика. И наша задача, связанная как раз с фильтрами Петриана Соколова, у нас связана с задачей другого академика, ЖРС, Нобелевского лауреата, ЖРС Ивановича Алферова, он как-то приехал, говорит, вот вы занимаетесь высокоочистными веществами, а мы сейчас делаем производство по высокоэффективным светодиодам, и они создавали российскую фирму Светлана, и им нужно было высокоочистый аммиак. И, собственно, была такая задача поставлена, и мы получили вот этот супервысокочистый аммиак, что такое высокочистый, это 99, еще 5 или 6 девяток после запятой, то есть очень чистые вещества. В принципе, в мире существует, насколько я понимаю, два самых чистых вещества, это аммиак и моногермана, гидрит Германии. Поэтому вот мы, собственно, получили и то, и другое. И проблема очистки аммиака заключается в том, что там есть примесь воды, если она является самой опасной для изделий микроэлектроники, светодиодов и так далее. И мы придумали такой метод, известный уже, и реализовали его в промышленности, построили небольшое производство по именно очистке, глубокой очистке аммиака от примеси воды с помощью фильтров Петрианова, где... Кстати, у меня лазер работает здесь почему-то. где идея заключалась в том, что примеси, молекулярные примеси воды, масла, ну и, соответственно, как мы уже слушали сегодня, что аэрозоль позволяет еще и агрегировать другие примеси металлов и так далее. Получается, они переходили в гетерогены фазы, потому что процесс проходит при пониженной температуре, и, собственно, происходит за счет разных эффектов фильтрации процесс именно очистки исходного чистого вещества аммиака от остальных примесей. И здесь хочется еще отметить, так как я еще и мембранщик в том числе, что все же механизмы фильтрации, эффект зацепления, инерционный механизм, диффузионный эффект, гравитационный, электростатический, они отличаются от эффектов, проходящих в мембранах, где, собственно, мембрана за счет сорбции диффузии только работает постоянно, фильтры же, они имеют конечный объем свой рабочий, их нужно периодически менять. Поэтому маски мы тоже должны периодически менять, а не носить одно и то же долгое время. Поэтому такое производство было построено, и, собственно, оно до сих пор работает, обеспечивает Российскую Федерацию выскочистым аммиаком, а также еще и закисью азота, где до сих пор используются вот эти вот фильтры Петрянова и другие материалы из той же когорты, например, или флен, которые, собственно, долгое время могут работать, это вот после 15 лет, конечно, с фильтром Петрянова, с Канью Петряновым, точнее, есть проблемы, связанные с химической скотойкостью, но новые материалы подобного рода, они, в общем-то, позволяют работать очень долгий период времени. Ну и закончить свой доклад я хотел бы, во-первых, фотографии самого чистого экологического района, так как все же Петряновый Соколов думал об экологии, да, и Сокольский район Нижегородской области. Вот, и как бы английская фраза, это вот спасибо Королевскому химическому обществу, которое говорит, что постарайтесь увеличить качество, в частности воздуха и с помощью химии в том числе. Спасибо за внимание.